У меня не было никакого выбора, потому что я родился в семье артистов балета, солистов Молдавского театра оперы балета. У меня и папа, и мама танцевали всю свою жизнь. И когда появился маленький Раду, меня мама отвела за руку в 4,5 года в Дом пионеров в Кишиневе и сказала, поставила к станку к балету, она сказала, ты любишь балет? А я был покорный мальчик, послушный. И сказала, конечно, хорошо, я люблю балет. Хотя в 4,5 года человек не знает, любит к балету или нет. И моя жизнь развивалась именно в этом ключе. Я никогда не предпринимал никаких попыток сбежать с этой Апиевой дороги. Вот по ней шел. Я сначала был артистом балета. В 91-м году закончил Пирамское училище балетное, которое закончила моя мама в свое время. Потом я работал 10 лет артистом балета в Белорусском театре оперы и балета. Там же получил профессию хореографа. В 2000-м году возглавил Молдавскую национальную оперу как главный билет мистер. И все, с тех пор моя карьера артистом эта закончилась. Я стал развиваться только как хореограф. Какое-то время был свободным художником. Счастливое время, когда ты приезжаешь в любой театр мира, куда тебя позвали, капризничаешь, говоришь, что то у вас не так сделано, у вас не так все устроено. Ставишь спектакль и уезжаешь. И потом в 2005-м году киевский меценат Владимир Филиппов предложил мне создать в Киеве свой театр. Я не смог отказаться. И с тех пор я имею свой дом, свой творческий дом, это театр Киев Патронбалет, в котором вот уже как 15 лет отдаю практически все свое творческое время. Когда у Владимира Итольевича спрашивают, почему именно Раду Паклетару, почему не украинский хореограф, почему не Молдаванин. Он говорит, ну вы знаете, строительство театра – это такой сложный строительный процесс, такие тяжелые строительные работы. А как вы знаете, все самые сложные строительные работы делают Молдаванин. Понятно, что это шутка, но у тебя не говорят. Уже начал получать удовольствие на последних курсах училища. Прямо увлекся балетом, классическим, конечно, тогда. Ни о куречи о современном танце не было. А потом в течение времени, вот, когда уже стал хореографом, моя творческая палитра переключилась с него классики на более-менее современный танец, скорее даже не на современный танец, на авторский стиль. Правда, по клетару это не очень подпадает под какую-то шкалу направлений в строительном танце, в которых это множество, это своя авторская школа, авторское видение. Все, и с тех пор занимаюсь вот именно этим. И папа, и мама, кстати, они с восторгом воспринимали. Мама, кстати, до сих пор жива, вот, и они с восторгом воспринимали всегда все, что я делаю, как хореограф. Ну, тут больше родительской любви, наверное, чем оценки профессионала. Вот, и папа в одном из своих последних интервью сказал, что он сожалеет, что в его период творческой активности не было той пластики, которую предлагаю я своим артистам. Он бы хотел бы станцевать бы это. Но уже, к сожалению, папа от нас ушел. Я счастлив, что нет алгоритма, нелекалка, которым можно было бы строить постановочную работу. У меня есть комплексы, кстати. Я прихожу в зал ставить новый спектакль. И смотрят, там уже далеко за 40 этих балетов. Я чувствую себя ужасно несчастным, бездарным и неуверенным в себе, потому что я не знаю, с чего начать. Мне кажется, что я повторяюсь, мне кажется, что это никому не интересно и так далее. Правил нету. Ты просто должен прийти, начать что-то делать, а потом оно должно получиться само собой как-то. Скорее всего, помимо твоей воли. Я стараюсь смотреть много современного танца, и классические балеты, и современные спектакли. Но я не могу сказать, что что-то прямо так. Я должен просто быть в материале, потому что это моя профессия. Я преподаю, у меня есть студенты в Киевском университете культуры, у меня есть курсы, у меня хореографы молодые. Я интересуюсь всем, но сказать, что вся мировая хореографическая жизнь каким-то образом непосредственно льет воду на мою мельничную, на творческую, я не могу сказать. Чем дальше, тем, наверное, больше я нахожу какие-то решения и режиссерские, и пластические внутри себя самого. Много дров приносит к моей творческой топке именно артисты театра «Киевского балета». Ага, сам не ожидал. Ой, привет, как это оказалось? Как это оказалось? Я был категорически негативно настроен по отношению к телевизионному шоу, танцевальному в том числе. Мне казалось, что это опошляет искусство танца, что это не имеет ни в чём отношения, а вообще как к искусству. Но со временем, когда я начал там работать, я вдруг понял, что это невероятно полезный симбиоз. Телевизионное шоу приобретает меня как хореографа, который серьезно работает в академически больших театрах, с своим мировоззрением, с жизненной позицией, а мое творчество, я лично и мой театр, который я возглавляю, считаю это главное дело моей жизни, оно приобретает намного большую популярность. Хореограф – это одна из самых сложных профессий, которые существуют, потому что в хореографии должно нас сочетаться через ещё много качественных ингредиентов. Наверное, главное, это даже не пластическая фантазия, это умение работать с людьми, заставлять людей делать то, что ты хочешь, но при этом они должны получать от этого удовольствие, музыкальность, талант режиссёра, талант придумывать движение, энциклопедическая образованность в области искусства, потому что иначе будет неинтересно и плоско, и так далее, и тому подобное. Стоим! Сидим! 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 Стоим! Ножницы! Вы знаете, я обычно очень плохо с датами и очень плохо с хронологией, но вот почему-то я запомнил, что 21 апреля 1996 года состоялся мой дебют как хореографа на сцене Берусского балетного колледжа состоялась при премьерном номере «Точка пересечения» на музыку «Корелли». Так как я нервничал тогда, я больше никогда в жизни не нервничал. Я думал, что я умру от волнения. Вот. Ну, а в конце было счастье. Лучше музыкально сделали. И! Уже! Давай-давай, малышка! Сидим! Сидим! Стоим! Сидим! Стоим! Сидим! Стоим! Я вообще-то очень люблю эти аплодисменты. Я спрашивают часто, как вот, вы не исключаете по сцене, вы же были артистом, не хочется ли вам выйти на сцену. Я говорю, ребята, я так сублимируюсь вообще в том, что я выходу в конце на поклон после спектакля и не делав ничего в течение вечера, я получаю кучу оваций. Мне этого вполне достаточно. Я обожаю кланяться, обожаю поклоны, аплодисменты и нисколько этого не скрываю. Мне очень важно пленять тоже. Мне важно, чтобы люди выходили в слезах после спектакля, чтобы они кричали «Браво!», чтобы зал вставал и хлопал в полную силу. И в этом я получаю невероятное счастье. И! Раз! Два! И! Убегаем, дверь! Объялись! Дверь, дверь, идем! Уходим! 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 Уходим!